В эфире РБК Омск новости смотрите сегодня. Прогнозы сбылись в Омске уже больше тысячи зараженных коронавирусом. Минусы в плюсах, почему Омская область не получила поддержку из федерального бюджета. В списках не значится омские дольщики вышли на онлайн-митинг. Новая виртуальная реальность, как омские выпускники прощаются со школой выпускной образца 2020. Более тысячи омичей уже заразились коронавирусом. Прогнозы аналитиков информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 сбылись. За неделю число инфицированных в регионе выросло в несколько раз. В выходные был поставлен новый рекорд. В субботу и воскресенье коронавирус выявили сразу у 147 человек. По информации, на понедельник, 25 мая, лабораторно подтверждено еще 59 случаев заражения. На карантин закрыли целую деревню в Калачинском районе. Как рассказали в Роспотребнадзоре, диагноз COVID-19 поставили сразу семи жителям Стародубки. Ограничительные мероприятия действуют с 22 мая и продлятся до устранения угрозы распространения инфекции. Всего в Омской области с начала пандемии скончались 18 человек. 234 пациента выздоровели. Нет отрицательной динамики. Омская область не вошла в число регионов, получивших федеральную поддержку на компенсацию снижения бюджетных доходов. На эти цели правительство России выделило 100 миллиардов рублей. Известно, что деньги получили 56 субъектов страны, в том числе и 7 из Сибирского федерального округа, где по состоянию на 1 мая была отрицательная налоговая динамика. Как сообщили в региональном министерстве финансов, в Омской области снижение поступлений в апреле также ощутимая, однако в первом квартале 2020 года наблюдался незначительный налоговый прирост, за счет чего регион попал в группу субъектов с более стабильными показателями. По налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Омской области на 1 мая динамика составила 102,5% к аналогичному периоду прошлого года. По налоговым и неналоговым доходам областного бюджета 102,3%. Таким образом, по итогам четырех месяцев поддержку получат регионы, у которых на 1 мая зафиксирована отрицательная динамика и имеются, соответственно, высокие риски кассовых разрывов. Мы к этой группе не относимся и компенсацию упадающих доходов получим позже. Отрицательную динамику налоговых доходов регионального бюджета может спровоцировать массовая ликвидация юридических лиц и налогоплательщиков соответственно. По данным Единого госреестра юрлиц, только за последние три месяца с февраля по май Омская область лишилась почти полутора тысяч частных компаний. Больше всех пострадала строительная отрасль, закрылось 218 предприятий. В сфере автомобильного грузового транспорта ликвидировано 30 компаний. Также перестали существовать 25 омских рекламных агентств и 15 ресторанов. Примечательно, что этот же период в 2019 году оказался гораздо убыточнее, например, для турфирм. Год назад, когда даже речи не было о пандемии, закрылись 20 компаний. В 2020 отрасль оказалась в списке самых пострадавших из-за коронавируса, однако ликвидацию пока прошли только 5 фирм. Больше, чем в разгар эпидемии и режима самоизоляции, в 2019 закрылась и стройфирм. Почти 300 компаний, 27 заведений общепита против 15 в 2020 году и 48 транспортных компаний против 30. Всего с февраля по май в 2019 году было ликвидировано 2030 компаний, что на 25% больше, чем в 2020. Предъявите маску. Омские полицейские проводят рейды в крупных супермаркетах города. Цель – выявить нарушителей масочного режима. Самоизоляцию в регионе продлили до 3 июня. Нахождение в общественном месте, транспорте или магазине без СИЗов, средств индивидуальной защиты, может дорого обойтись омичам – до 30 тысяч рублей штрафа по решению суда. Если масочный режим не соблюдается сотрудниками, например, торговых сетей, санкции для юрлица гораздо строже. Предпринимателям придется заплатить до полумиллиона рублей. Такие рейды в полиции намерены проводить ежедневно. Такие мероприятия совместно с администрацией города Омского проводятся на ежедневной основе. Сотрудники полиции посещают торговые центры, продуктовые магазины, в общем, места с массовым пребыванием граждан. Проводят также разъяснительные профилактические беседы и привлекают граждан к административной ответственности. В обрушении потолка в одном из домов в переулке Воровского есть подозреваемые – жильцы. Вместе с шлагом все упало. Такие вот палки, вот такие, смотрите, изгнил все. Хозяин квартиры Расим Кичалов рассказывает, что его подозревают в причастности к обрушению потолка. Уверяет, прибывшие на место ЧП специалисты управляющей компании и местной администрации заявили, сами виноваты, не нужно было самостоятельно ставить подпорки. И доверься он профессионалам, ничего бы не рухнуло. Однако владелец аварийной квартиры уверяет, поставить деревянные опоры был вынужден, чтобы обезопасить себя и свою семью. О том, что дом по адресу Воровского, 6, находится в критическом состоянии, а потолок висит на волоске, Расим сообщил всем, кому следует, еще зимой. В очередной раз Расим приступает к ремонту потолка. Хотя после разговора с представителями администрации и опасается, как бы его опять не заподозрили в излишней самостоятельности. По его словам, обрушение в доме – явление обычное. Не зря жилье в 2016 году официально признали аварийным. Около двух лет назад на лестничной площадке образовалась брешь в потолке. Вот она каждым днем, получается, видеть, вот изгнила и ломается. Даже опасно подниматься, потому что любое время она может разрушиться, так же, как в лампире. Другая жительница дома Татьяна Рябова не меньше возмущается ответом коммунальщиков. Согласно версии экспертов управляющей компании, во всем виновата целлофановая пленка в чердачном помещении, которая создала парниковый эффект и поэтому балки быстро сгнили. Почему жилищники не убрали эту пленку, раз она так вредила деревянным конструкциям, Татьяне Рябовой не ответили. Вот вы читаете, полное биологическое разрушение несущей деревянной балки чердачного перекрытия. Это вот конкретно вот эта балка. Вот этот, вот они насчет чего-то этого, пленки вот этой, что пленкой не надо было накрывать. Это он не он накрывал, он купил эту квартиру в 2013 году. Впрочем, то, что дом аварийный, ни коммунальщики, ни чиновники из городской администрации не пытаются оспорить. И жильцам уже давно пообещали переселение по госпрограмме. Правда, сроки постоянно переносятся. По какому принципу работает программа расселения аварийного фонда, местные жители так до сих пор и не смогли разобраться. Согласно последней озвученной в мэрии информации, собственникам обещают выдать новые квартиры только в 2024 году, если сроки вновь не перенесут. В 2016 году уже по описанию экспертизы было понятно, что все балки, они уже рыхлые, они уже готовы к обрушению. Нас сначала поставили на 2019 год, а потом поставили по новой программе на 2024 год. То есть с 2016 по 2024 – 8 лет разница. Когда уже в 2016 было понятно и очевидно, что дом аварийный уже больше 70%, и вся кровля может в любой момент рухнуть. Но вот мы просто дождались этого момента. До момента переселения содержать дом, пусть даже и признанный аварийным, прямая обязанность жильцов, заявляют в администрации. Единственное, чем могут облегчить жизнь владельцам разваливающихся, буквально на глазах квартир, представить временное жилье на условиях социального найма. В настоящее время управляющая организация проводит детальное обследование и составит акт «Вопрос находится на контроле администрации города Омска». Отметим по жилищному кодексу до предоставления собственникам нового жилого помещения в рамках реализации программы, обязанность поддерживать дом пригодным для проживания состояния лежит на собственниках помещений. По заявлению от собственников администрация города может предоставить временное маневренное жилье до переселения граждан. ЧП уже заинтересовались в прокуратуре и в Следственном комитете. Силовики, по словам жителей, в том числе проверяют и законность переноса сроков расселения их дома на конец 2024 года, а также выясняют причины обрушения потолочных перекрытий. Однако, если выяснится, что в обрушении виноваты собственники, то о скором новоселье можно не мечтать. Умские дольщики вышли на онлайн-митинг. В акции уже приняли участие более 400 человек. В социальных сетях люди выкладывают фотографии своих недостроенных домов и просят чиновников обратить на них внимание. По словам юриста Илона Сапожникова, в регионах, в том числе и в Умск области, создан специальный фонд, который будет решать судьбу проблемных объектов. Выделять деньги на достройку, а если это невозможно, возвращать вложенные средства дольщикам. Но, как оказалось, все не так просто. Некоторые недострои по разным причинам не могут быть включены в единый федеральный реестр. Например, рассказывает Илона Сапожникова, у каждого проблемного дома обязательно должно быть разрешение на строительство, проектная документация, созданная ЖСК земельным участком. Но в Омске много недостроев, которые этим требованиям не соответствуют. В частности, это ЖСК машиностроительная, ЖСК Малиновский-3, ЖСК Центральный-1 и ЖСК Врубелева. Цель этого митинга – показать все, наверное, недоработки законодательной базы в отношении всех проблемных объектов. Потому что какой объект ни возни, везде есть свои нюансы, которые, допустим, не могут быть сейчас решены. Что касается действия власти в Омском регионе, они проблемы решают. Но из-за, опять же, критериев, которые установлены федеральным законом, не могут региональные власти, допустим, сейчас включить, ну, к примеру, ЖСК машиностроительный в реестр. Ну, не подходит он под этим критерием. Но это не означает, что данное ЖСК должно потеряться и о нем должны забыть. Решить этот вопрос помогут изменения федерального законодательства, считают эксперты. После проведения онлайн-митингов обманутые дольщики намерены написать резолюцию по каждому объекту с описанием проблемы возможных путей их решения и направить свои предложения в областное правительство и Государственную думу. Лебеди в болотах не живут. В соцсетях появился призыв о помощи от неравнодушных омичей. В парк 30-летия ВЛКСМ привезли пару лебедей, которые уже в прошлом летом жили на местном озере. Однако на этот раз белоснежных птиц поместили в грязный бетонный бассейн, который после зимы, похоже, даже не почистили от тыла и мусора. Бедные лебеди не плавают, а сидят круглосуточно на бетоне. Возмущаются очевидцы, которые поделились фотографиями в соцсетях. В комментариях горожане попросили городадминистрацию срочно принять меры. Мэрия омичей поспешили успокоить. Данная пара лебедей всем известны. Руслан и Пелагея, которые жили в парке, в прошлом году сейчас находятся на ферме. На маленький пруд их заселяли с целью посмотреть, как животным понравится новая территория. Менее чем через неделю размещение стало понятно, что маленький пруд не подходит для птиц. Сейчас лебеди прекрасно себя чувствуют, находятся в безопасности, а под их размещение готовится место на большом пруду. Отметим, сейчас парки закрыты для посещения и полюбоваться лебедями мечи смогут по окончанию режима самоизоляции. Авангард или адмирал? На онлайн-пресс-конференции директор департамента транспорта Омска Александр Вялков рассказал о закупке новых троллейбусов. Напомним, Омской области удалось получить субсидии в рамках проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». К ноябрю 2020 года в город администрации планируют приобрести 33 новых троллейбуса. 60% стоимости будет оплачено за счет федеральных средств. Региону выделено 403 миллиона рублей. По словам Александра Вялкова, все выходные специалисты Дептранса вели переговоры с лизинговыми компаниями. На днях будут объявлены госторги. Рассматривают две марки троллейбусов. «Адмирал», который выпускает завод в городе Энгельс, они стоят порядка 20 миллионов рублей, и «Авангард» за 18 миллионов. По техническим характеристикам лучше «Адмирал». Эти машины более экологичные и практичные. Но какой транспорт в итоге закупят, будет зависеть от итогов аукциона. Последний раз троллейбусы в Омске приобретали в 2013 году 10 единиц. Новые машины позволят обновить подвижной состав городского электрического транспорта на треть. Прокомментировал Александр Вялков и новость о том, что Москва отказывается от троллейбуса в пользу электробусов и раздает машины регионам. Глава Омского Дептранса отмечает, в отличие от столичных трамваев, троллейбусы из-за большого количества осадков в Москве быстро изнашиваются. Поэтому от такого подарка было принято решение отказаться. Что касается московских трамваев и московских троллейбусов и автобусов, это разные вещи. Мы уже изучали этот вопрос неоднократно. Тот климат, в котором работают автобусы и троллейбусы, там достаточно дождливые и сырые периоды есть в Москве. И за весь срок эксплуатации кузова автобусов и троллейбусов, они подвергаются значительному износу с точки зрения коррозии. И целесообразность их дальнейшей эксплуатации, скажем так, под большим вопросом. А вот московские трамваи в городе готовы принять. Очередная партия списанных вагонов поступит в ближайшее время. Они, в отличие от троллейбусов, в хорошем техническом состоянии, отмечает Александр Вялков. Примечательно, что в Омске тоже испытывали электробус, гибрид автобуса и троллейбуса. Однако, несмотря на положительные итоги тест-драйва, принято решение с покупкой повременить. Денег на эти цели в бюджете города нет, резюмирует глава Дептранса. Откладывается, судя по всему, и приобретение новых автобусов. Региону должны были на эти цели выделить средства в рамках федерального проекта «Экология». Однако в федеральном Кабмине приняли решение о финансировании этой программы приостановить и направить деньги на борьбу с коронавирусной инфекцией. Вы навсегда останетесь в наших сердцах. Добрый путь, любимые 11-й классики. Сначала последний звонок виртуальный, а затем выпускной онлайн. Юная МИЧИ впервые отмечает окончание школы, дома, в кругу семьи и экранов компьютеров или смартфонов, а не в компании одноклассников и учителей. Но чтобы последний звонок в выпускной остались в памяти, каждый готовился по-своему. Преподаватели, например, записали видеопоздравления. Мы, конечно же, радуемся, что дети достигли определенного порога. Мы грустим, что они от нас уходят. Ох, это очень печальный факт, потому что ходят мои любимые дети. И каждый выпуск считается самым дорогим. Прямо на рабочем месте в пустом классе с телефоном в руках Сара Ауганбаева монтирует видеоролик из отрывков и фотографий, снятых на смартфон за два года работы. Собирать материал учительница начала задолго до пандемии, потому что изначально хотела сделать на память своим первым выпускникам видеоролик в подарок. Оказалось, такой сюрприз в 2020-м ожидал каждого выпускника. Я понимала, что я это буду делать все равно в любом случае. И в течение года, даже двух лет, я их снимала, начиная с 10 класса. У меня очень много видео накопилось с ними. Все мероприятия, тематические недели, конкурсы. У нас все с ними записано. И я вот все, что у меня было, я сейчас это все собираю в одно видео. И дети мне тоже отправляют то, что они тоже снимали. Мы с ними постоянно переписываемся, заняемся, ватсапт, инстаграм, контакт. Дни официального выпускников Сара Уганбаева уже заранее поздравила от себя лично, тоже виртуально. Ролик получился настолько теплым, что благодарные комментарии заставили учительницу плакать. Вот такие сообщения мне пишут дети в ответ. Как их не любить? Слезы на глазах и у выпускников. Прощаться с одноклассниками, учителями им приходится через экран. Одиннадцатиклассница Лиза Гуслистая рассказывает, что готовится к празднику по случаю окончания школы, начиная еще в прошлом году. Платье на выпускной купила в ноябре, однако на детево теперь придется позже, когда отменят режим самоизоляции. Впрочем, скучать не приходится, признается выпускница, впереди госэкзамены. Я считаю, что мы иногда ходим на связь с друзьями. Я думаю, что выскучать нам не приходится, потому что тем очень много, потому что готовится очень хорошо на экзаменах. Когда пройдут госэкзамены, точно не знает еще даже руководство школы. Пустые коридоры гимназии, не повод думать, что в головах выпускников гуляет ветер. Директор Андрей Нагин уверен, дистанционное обучение на успеваемость учеников никак не повлияло. Аттестацию прошли все выпускники и одиннадцатых, и девятых классов. Особенность заключается в том, что обязательно сдавать экзамен должны будут только те выпускники, которые планируют поступление в высшие учебные заведения. Остальные могут получить аттестаты по итогам годовых отметок. Сценарий последнего звонка остается прежним. Это инопутственные речи учителей и ответное слово выпускников, и даже приказ о допуске к экзаменам зачитывает директор. Только все это участники праздника смотрят онлайн. И несмотря на то, что видеообращение не заменит теплых объятий, последний звонок 2020-го омским выпускникам, а их в этом году 11 тысяч, запомнится как один из самых творческих и креативных. А собраться вместе дружные классы смогут и после отмены режима самоизоляции.